я спрашиваю за статью которую указал евгений уткин у нас в контакте в группе об искусственном интеллекте и машинном интеллекте это он написал эту статью или он указывает нет он указывает он спросил ссылку статью написал человек олег брагинский олег брагинский что написал вот весь текст перечитывать не буду в общих чертах о том что прогресс у нас шагнул очень сильно вперед о том что машины начинают заменять многие как работы человека о том что что делают и также описывается о том что вот допустим машины не смогут решить какой-нибудь вопрос который смогут допустим решить люди то есть как поступить если на дорогу выскочил ребенок а за рулем сидит авто автомашины сидит беременная женщина ну как по программе это я робот была еще такая книжка просто потрясающая книжка я робот и там было четыре по моему заповеди четыре программы для роботов что в первую очередь человек должен защитить этот робот должен защитить человека там ну считывает шансы до человека но вот фабула статьи то есть о чем там речь что роботы они нас заменят в конечном счете им поработят или что человека роботы не заменят но кстати вот талантливая статья да ну на мой взгляд тут много раздвоений ну а чем там суть чем она кончается кончается тем что он написал что искусственный интеллект беспристрастнее ученого аккуратнее хирурга точнее пилота на стане день и будильники обратятся лидерами холодильники диетологами игрушки научат детенышей обращению с родителями ну короче говоря гордимся разумностью до что все таки весь свой талант весь свой творческий мозг на то чтобы просто комментировать как комментатор футбола происходящее то что сейчас в мире этот вопрос обсуждается и он вместе со всеми обсуждает не подумав о более серьезных вещах а ведь серьезные вещи это в нашей школе человек будущего homo futurus это мы уже знаем что роботы нас не заменит потому что только человек делает открытие потому что у роботов но в искусственном интеллекте база данных база данных первично то которые осознанную часть человек и передал а у человека база данных она бесконечна это во первых бесконечная база данных потому что миллион надмерных связей которые он не осознал и не мог систематизировать цифровать так сказать и передать базу данных робота у человека есть и он иногда даже сам не понимая из чего он состоит он иногда делает такие озарения и сайты предвидит будущее потому что миллион надмерных связей миллион законов которые он не понимает но они работают до компьютер так не сможет обрабатывать информацию да конечно ну конечно то и вопрос заключается в том что они не делают открытие потому что открытие невозможно сделать количественным путем сочетаний это новые качественные уровни совершенно вот например у нас есть у человека сознание да когда у человека в процессе эволюции появилось новое качество это сознание то есть свобода выбора и воли сознание новое качество у животных это человек homo sapiens человек разумный и тут же вместе с этим новым свойством качеством эволюции появилась новая реальность изобретение технические полеты в космос там но много чего а теперь дальше человек развивается а наша школа homo futurus направлено то чтобы у человека развивалось самосознание а он сознание когда он уже может энергию стрессового перенапряжения перенаправлять на решение своих задач развития осознанности самосознания то есть сознательности когда человек уже отдает себе отчет в том что он раньше делал инстинктивно а теперь он может сделать сознательно это же вообще новый уровень новое качество это же невидимые горизонты пока это даже спрогнозировать пока невозможно что будет через 50 лет да роботы конечно так не умеют у них нет таких вот качество если робот перегрузится он просто выключится а человек сделает шедевр человек сделает шедевр правильно человек умеет уже мы учимся этому в нашей школе использовать энергию стресса для достижения собственных целей это же потрясающе самую высшую из энергии человек может теперь использовать и человек будущего будет именно таким ну как же роботы конечно они нас не заменят я бы посоветовал автору этой статьи написать еще одну статью а роботы нас не заменят потому что роботы не умеют делать открытие давай катенька до встречи до встречи спасибо тебе